Мы уже рассказывали об успешном выступлении славянских учителей в Кубанском конкурсе на присуждение премии за достижения в педагогической деятельности. В этом году сразу два педагога района были удостоены краевой премии в размере 200 тысяч рублей. Сегодня мы расскажем об учителе английского языка из 28-й школы Станицы Анастасиевской Натальи Наточей. Английский язык – это язык международного общения. Его изучение и успешное освоение делает человека более образованным, расширяет кругозор, дает возможность читать в оригинале многие книги, открывает двери серьезных компаний и способствует продвижению по служебной лестнице. Учитель английского языка из 28-й школы Наталья Наточей очень любит свой предмет и убеждена в его важности и необходимости. Это же очень интересно, читать аутентичную литературу, смотреть фильмы не в переводе пиратском, а именно на иностранном языке, песни. У нас молодежь сейчас в основном слушает зарубежные песни. И когда я им перевожу какие-то песни, вместе с ними переводим. Им интереснее, конечно же, тогда и урок, и они с удовольствием изучают иностранный язык. Плюс к тому же не все у нас могут путешествовать, особенно вот мы живем в сельской местности, но ребята любознательные, хотят общаться со сверстниками своего возраста. И у нас благодаря интернету, возможностям техническим, у нас есть сейчас такая возможность. Героиня нашего репортажа – человек деятельный и неравнодушный. Она с радостью участвует в различных конкурсах, помогает своим ученикам успешно выступать на Олимпиадах. И ее победа в краевом конкурсе – не случайность. Она стала результатом упорного труда. Принимать участие в конкурсах, в мастер-классах, в семинарах – это вот то, что мне очень действительно нравится. Это мой адреналин, я всегда так говорю. Этот конкурс – это как бы ключевая точка уже всех моих наработок, всех моих побед, которые были до этого года. Вот в прошлом году мы с моей ученицей в Москве заняли первое место. В Крае в этом году заняли первое место тоже в другом конкурсе. Поэтому я считаю, это общая работа и оценка всей моей работы за последние три года. Высокая оценка труда очень приятна для учителя. И все же это не причина для успокоения, а скорее отличный стимул для дальнейшего развития. Победа в этом конкурсе для меня – это еще один стимул, что я все правильно делаю, я на правильном пути. И, конечно, я буду и дальше принимать участие в подобных конкурсах, в других конкурсах, с учащимися самостоятельно. Потому что, я уже говорила, это мой адреналин. Это то, что я очень действительно люблю в школе. Коллектив школы рад, что Наталья Наточий стала победителем профессионального конкурса. Она служит хорошим примером для молодых педагогов. Мы очень рады, что Наталья Витальевна победила в Краевом конкурсе. Наталья Витальевна – выпускница нашей школы. И когда она окончила Кубанский государственный университет, она вернулась работать в стены родной школы. Наталья Витальевна – опытный творческий педагог, идущий в ногу со временем. Она преподает свой предмет на высоком уровне. Благодаря такому педагогу наши учащиеся не только любят английский язык, но еще принимают участие в творческих конкурсах, предметных олимпиадах и завоевывают призовые места. Повезло ее ученикам, потому что они получат качественные знания и смогут уверенно владеть английским языком. Наталья Витальевна – прекрасный учитель, прекрасный классный руководитель. Я очень горжусь, что она ведет у нас уроки, и считаю, что английский язык пригодится мне в жизни, как для дальнейшей учебы в университете, так и, скорее всего, для трудовой деятельности. Настоящий учитель – это всегда поиск, это всегда желание найти свой подход каждому ученику. Впереди у прекрасного педагога еще не освоенные профессиональные вершины, но самую главную свою задачу она видит в том, чтобы прививать учащимся любовь к своему предмету и всемирно помогать им в путешествии в страну знаний. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Продолжение следует...